Всем привет! И в этом видео я хочу с вами поделиться своим заказом Oriflame. Я уже снимала это видео и получилось оно не очень удачно, поэтому переснимаю. И если буду заговариваться, либо будет заплетаться язык, то уж простите меня. Заказ был совсем небольшой, так как я заказывала румяное. И на складе их не оказалось ни в восьмой компании, ни в девятой, поэтому они не пришли до сих пор. Но я заказывала некоторые продукты и хочу сейчас с вами поделиться мнением о них. По восьмой компании я заказывала вот такое вот средство из серии Essentials. Это скраб гель для лица с абрикосом, по-моему, или с запахом абрикоса, что-то такое. С экстрактом абрикоса. Здесь 100 мл. Обычное такое вот средство, похоже на какой-нибудь пилинг, либо скраб для лица. И мне оно нравится. Честно, я не возлагала вообще никаких надежд на него. Просто в восьмой компании я заказывала румяное. Чтобы заказ был не такой маленький, я взяла вот эту вот дешевую вещь. Стоила она, по-моему, 18 гривен. И на тот момент я даже не думала, что мне может понравиться этот гель. У него очень приятный запах, приятная текстура, которой я смываю весь макияж вечером, перед сном. Из-за запаха им приятно пользоваться. Из-за текстуры это средство вымывает практически всю грязь из моих пор. Я заметила, что когда я начала пользоваться этим средством, поры стали забиваться у меня намного меньше. В общем, я могу посоветовать это средство. И по восьмой компании мне преподнесла консультант в подарок. Это опять крем для душа. Вы видите сейчас упаковку золотого такого цвета. Но это не упаковка такая золотая, а именно само средство, которое внутри. Сама упаковка прозрачная довольно-таки. А средство очень такое золотое, очень сияющее. Я не знаю, для чего это делали. Не вижу в этом вообще никакого смысла. Запах, честно, мне не очень нравится. Он вроде бы и свежий, но в то же время для меня пахнет либо пластмассой, либо резиной какой-то. Я не знаю, какой-то запах не очень приятный. Может быть, для кого-то он и приятен, но мне не очень. Я не знаю, может быть, буду им пользоваться, а может быть, не буду. И так как я думала, что румяна, которые я заказывала в восьмой компании, перейдут в девятую, я ничего такого решила не заказывать, всяких ненужных вещей. И тем более, что у меня и так все, в принципе, уже в достатке. Я решила заказать летнюю водичку, которая вышла у них на лето. Называется она Harmony. Здесь 30 миллилитров бутылек. В принципе, неплохая такая упаковка. Сам бутылек стеклянный, а сверху наклеена такая наклейка. Знаете, как на яйца на Пасху клеят. Вот что-то вот подобное. По картинке я поняла, что эта водичка должна быть легкая, приятная, такая летняя, ненавязчивая. Но она не является 100% такой, так как запах какой-то изначально, конечно, он спиртовой, очень спиртовой. Не ощущается вообще никакого запаха в начале. Потом он какой-то цветочный, но я бы не назвала этот запах летним. Он больше какой-то весенний, наверное, такой ярко выраженный. Я не люблю ярко выраженные запахи цветочные на лето. Я люблю больше либо зимой такими запахами пользоваться, либо весной, осенью, к примеру. Но здесь вот запах такой четкий, ярко выраженный. Я ее пользуюсь. Пользуюсь на вечер сейчас, летом. Но пользуюсь очень-очень редко, честно вам скажу. Летний вариант водички на лето. Мне понравился больше в Эйвен. И Эйвен, в принципе, с этим справился. Но вот Арифлейм как-то, не знаю, не очень. Не впечатлил абсолютно. И что вы думаете? Вот это вот и весь был заказ, в принципе, мой. Ничего такого особенного я не заказывала. Много всего тоже не заказывала. Как-то уже и заказывать особо ничего не хочется. И еще раз повторюсь, тяжело сейчас что-либо получить. Посылки до нас не доходят. У нас закрыли даже новую почту. И просто почта не работает. Я уже давным-давно сделала заказ и по Эйвен, и по Арифлейм. И до сих пор их не могу получить. Уже, по-моему, месяц я не могу получить заказы. Поэтому видео от такого плана может быть последним. Я не расстраиваюсь, так как не в этом счастье. Будут и другие обзоры на другие продукты на моем канале. Всем желаю удачи. До новых встреч. Пока-пока.